Трагедия на шахте Степная во Львовской области. В результате взрыва метана и обрушения горной породы погибли 8 человек. Ещё 14 пострадавших госпитализированы в Червоноградскую горбольницу. Что стало причиной этой аварии, предстоит выяснить специальной комиссии. Вся последняя информация с места трагедии в репортаже Галины Якушко. Шахта Степная, посёлок Глухово. На месте аварии продолжают работать горноспасатели и сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Взрыв метана привёл к обрушению крепежных конструкций и обвалу горной породы. В этот момент на аварийном участке на горизонте 550 метров находились 34 горняка. 14 шахтёров госпитализировали в центральную больницу Червонограда. Два горняка в критическом состоянии, с тяжёлыми ожогами. Находятся в реанимации. На помощь местным медикам из Львова выехали специалисты. Анестезиологи, комботионисты, врачи политравмы. Уже известны имена погибших. Самому молодому было 19 лет, самому старшему 42. Шахту Степную остановили. Из аварийных выработок откачивают метан. Выяснилось, на шахте готовились увеличить объём добычи. Из-за блокады в зоне АТО и дефицита угля на ТЕС. Шахта готовилась к пуску новой лавы для увеличения обслуживания выработки. Или это связано между собой к концевой выяснению с комиссией. Пока что больше вогилия начали выработать, да? То, что вогилия нужно больше, это понятно. Глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волинедзе заявил, не только Степная, а все государственные шахты Львовской и Волинской областей из-за хронического недофинансирования находятся в аварийном состоянии и на грани банкротства. Шахты доведены до такого состояния, разграбованы, что они не в змозе добывать большую количество вогиля. Очень часто из-за ситуации «давай-давай» порушивается паспорт ведения горничных работ, травмуются люди, отбываются аварии. Если прямая связь между блокадой на Донбассе и аварией на Львовской шахте, выяснит государственная комиссия. По факту аварии и гибели горняков проводится уголовное расследование по статье «Нарушение правил безопасности во время проведения работ с повышенной опасностью». Галина Якушко, Юрий Голубенко, подробности, телеканал «Интер-Львовская область».